Всем добрый день! И сегодня у нас с вами будет такая тема о том, почему спортсмены целуют землю, на которой они выигрывают, почему мы так прямо даже немножко рабеем, когда попадаем в очень красивый дом, почему у нас такая эмоция происходит. Интересно же, правильно? И почему важно дом этот обустраивать? Вот почему эти все моменты взаимосвязаны? Спортсмены, дома и благоустройство дома, казалось бы. А вопрос вообще в принципе женский. Так вот, смотрите, почему люди, когда они спасаются в каких-то катастрофах, авиа, каких-то ураганах, почему, когда они выживают, они приходят и целуют эту землю. Даже спортсмены, когда они выигрывают матч на этой земле, они целуют эту землю. И можно посмотреть очень много спортсменов, которые прямо так и удивляют всех своих слушателей. Они целуют эту землю. Почему? Это благодарность земле. Есть такая фраза. Дома и стены помогают. А ведь это подсказка. Почему помогают? Почему? Если они не обладают энергетикой. Есть мультики-подсказки, сказки-подсказки, сказки про Федорина Горя. Женщина, которая не заботилась о доме, она его не мыла, и дом ее выгнал. То есть если мы проживаем жизнь и относимся к этому как, ну, я здесь живу просто так, вот я просто живу, и в принципе ничего я тут не должен. Ну и уйдешь ты, и как бы ничего ты тут и не получишь с этого места. Потому что дома, они обладают энергетикой. И действительно, когда вы попадаете в какую-то счастливую семью, правильно, вы попадаете в дом, или в какой-то такой очень приятный благополучный дом, вы всегда это считываете. Вы считываете, и вы прямо, ну, человек, когда, любой человек, когда в восхищении, он замирает. Он замирает, он немножко робеет, он так немножко затихает, красиво, да, приятно, атмосфера приятная, да. Что мы говорим в этих моментах? Атмосфера приятная, дизайн хороший, да, молодец, хозяйка. А суть-то в том, что она действительно молодец, потому что она думает о своем доме, и дом для нее это то место, у нее есть любимый муж, любимые дети, кто-то там любимый. И дом это часть ее жизни, она себя уважает, она свою жизнь уважает, и она его оформляет и радует как себя. И, соответственно, этот дом растет вместе с ней. То есть он с ней процветает или она с ним, ну, это взаимосвязанный процесс, как и многое. Так вот, есть также сказки, вот, к слову, да, домовой, дух дома. Вот почему же мы, когда кто-то там поругался, например, и какие-то там вещи потерялись, и говорит, это вот домовой сердится. Вот почему он сердится, да, почему? Потому что мы так или иначе, мы вкладываем в дом, что это какая-то живая субстанция, да, и он может сердиться на нас, что мы ругаемся здесь, да, а может нас наоборот защищать, когда мы расстроены, как-то греть, вот давать нам правильную энергетику, которую мы хотим. Вот. И многие красивые дома, многие такие, куда мы приходим, вот это вот восхищение в нас, вот оно просыпается. Это как раз дома, в которых вложена эта энергетика, потому что хозяин этого дома с любовью покупал эти картины, да, он ценил. Хозяйка этого дома покупала текстиль, который она выбирала. Каждый цветочек вот этот вот, да, на шелке или на хлопке, она все это любит. Она ставила туда с любовью цветы, вазы, подбирала подушечки, на которых мягко будет сидеть. Так вот почему. Выигрывая на этом поле, спортсмен целует эту землю, он ей благодарен. Ваш дом – это уважение к тому месту, где вы живете, уважение, что это место у вас есть, и в нем вы хотите расти. Так вот, я очень много провела передач про Васту. Я это показывала в таком более доступном плане, да, какая сторона за какую энергетику несет, какие цвета. И, может быть, было не очень до конца понятно. Вы даже захотите пересмотреть передачи, потому что то, что я расскажу, вы поймете, насколько все это просто. И это естественно для человека – обустраивать свой дом. Вся природа, вся Земля наша, весь космос, он идет по спирали, да. То есть он развивается, каждый цикл происходит какое-то определенное развитие, и мы не оказываемся в старой точке, проходя цикл, круг. Мы развиваемся вверх, по спирали. Так вот, человек должен расти, понимать, что он не в пирамиде растет, когда окажется один там наверху, где-то на этой пирамиде, и что он там один будет делать, в чем его рост состоялся. Человек точно так же растет по спирали. У нас проходит каждый год дни рождения, и мы каждый год загадываем желание о том, что следующий год мы добьемся большего, мы вырастим, мы добьемся целей. То есть мы, у нас проходит круг, но мы надеемся следующий год встретить чуточку где-то вот повыше, потом еще, еще, да, может сильно выше, в зависимости от ваших целей. То есть мы рассчитываем, проходя цикл, на уровень выше, цикл на уровень выше, и ставить себе новые-новые цели выше. А все это циклично, по спиральке. Точно так же происходит эволюция Земли, да. У нас сменяются сезоны, наши сезоны сменяются, и мы при этом, сезоны не повторяются, они развиваются. Земля там что-то производит, что-то там происходит, и осень на осень не похоже, правильно? Мы вот развиваемся, и год на год не похож. Мы не по кругу ходим, и мы не в пирамидку растем, мы по спирали развиваемся. Так вот наш дом, это тот же самый цикл, который должен нас заряжать на уровень выше, и выше, и выше. А это все происходит подсознательно. В следующей части я вам расскажу, как этот цикл дома создать, чтобы он вас выводил на уровень выше, и выше. Смотрите следующую часть, а я вас всех жду на своей консультации по скайпу. С вами Олеся. Пока-пока.